Неделя предшествующая Пасхи, она как раз таки начинается вербным воскресеньем, празднованием. И почему так называется, есть грузинский вариант названия и русский, почему вербное, потому что в принципе пальмовые ветви постелали и одежду, люди одеяния свои, одежду свою постелали, они сломывали пальмовые ветви. И вот такое вот вербное воскресенье как-то вышло, такое название. В том, чтобы как к царю, как бы вот этот, знаешь, как красная дорожка, ковер постелали, дабы был этот въезд в Иерусалим. И говорили, благословен, благословен царь, грядущего имя Господне. И вот так до нас вот дошел, и остался этот праздник, как вербное воскресенье. Но в жизни многих это ограничивается лишь вот этой вербой, этой веточкой, которую он приобретает и ставит в своем доме. Но на самом деле, эти одежды или покрывала, которыми порой покрыто наше сердце, наш разум, которые помрачают нас, или которыми мы сами себя в которые укутываем. Но этот праздник как раз в том, чтобы все эти одежды, все эти виды одеяния взять с себя, снять и постелать под ноги Господа, говорить, Господи, вот все тебе, выйди в мою жизнь. И вот спустя неделю люди, кричащие, благословен грядущего имя Господне, и постелающие одежды свои, спустя неделю они уже кричали, распни его, распни его. И часто так бывает, что-то купим, религиозные традиции соблюдаем, но затем своею жизнью вновь распинаем. Но наша жизнь, именно жизнь, мы должны постелать под ноги его и сказать, Господи, заходи, поднимите врата вверхи ваши, дабы вошел царь. И этим праздником как раз таки начался самый важный период, как для Иисуса, так и для всего человечества. И кульминация этой недели была распятие, погребение, воскрешение Иисуса. Евангелие от Луки, 19 глава, говорит, 41-го по 48-й стих. Когда приблизился к Иерусалиму, он начал плакать и говорить, О, Иерусалим, Иерусалим! Его беспокоила судьба Иерусалима. Он знал, что ожидает Иерусалим. Нета эхла шегецно, нета кцо донодам. О, если бы ты ныне познал или ты знал шени монаху лебиздгем. День твоего посещения. Маграм, вер шей цанью, вер и хиле издгем. Но ты не узнал, ты не увидел. Этот день ты не понял, кто пришел к тебе. Нета шегецно, нета гагегу эской лаперин. О, если бы ты познал и все это, узнал и понял. Но в твоей жизни произойдут какие-то тяжелые дни. И поэтому эта неделя, это не только когда, восседая на осле, в славе, заходит въезд Иисуса, но также была сердечная боль о Иерусалиме. Эта неделя также была прощальной трапезой, то, что мы называем предчастием. Также в эту неделю было утверждение новой заповеди. Также было предательство Иудой. В эту неделю было отречение Петра. Иисус пред Каиафом, Иродом и Пилатом. Смерть Иисуса на Голгофе. И затем воскресенье. И на следующей неделе, воскресенье, мы будем праздновать эту Пасху. Мы будем воспоминать его воскресенье. Да, и вместе будем праздновать, однако, воскресенье или Пасха для нас каждый день. Важны были эти дни, так как Иисус, можно так выразиться, Он выразил Свою заботу о людях. До этого мы сказали, это было попечение о Иерусалиме. Это было попечение о Своих учениках. Ибо Он знал, что ожидает учеников. Он знал не только то, что его вера и жизнь будут атакованы, но также, что такие же дни они наступят и в жизни его учеников. В Луке, в 22 главе, с первым и 32 стихах, И сказал Господь, Симон, Симон, все Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. А в эту последнюю неделю Сатана, он активировался, чтобы рассеять учеников. И смотри, Иисус говорит, Петру, я помолился о тебе, я помолился. Так прекрасно слышать эти слова, когда Иисус лично тебе говорит, я помолился о тебе. Он наш ходатай. Римлянам 8.34 говорит, кто осуждает избранных Божьих? Христос Иисус, который умер и воскрес, и сидит по правую сторону от Отца, ходатайствует за нас. Или Иисус умерший и воскресший ради нас. Он по правую сторону от Отца. И кто в чем может осудить тебя? Кто же может выйти в роли прокурора в твою жизнь? Кто может отягчить твою жизнь осуждения? Когда Иисус умерший и воскресший ради тебя, сидит по правую сторону от Отца, и его обязанность ходатайствовать о тебе. И когда осуждение слышится в твой адрес, Иисус сидит по правой стороне от Отца и говорит, за него цена заплачена. И когда следующее обвинение поднимается, Он опять говорит, и за это цена была заплачена на кресте. Он невиновен, Он невинный. Потому что уже был человек наказанный за этот грех. Этот грех уже осужден. А у него никакая вина не уменяется. И кто может усложнить отягчить твое положение? Апостол Павел задает вопрос. Кто просто может обвинить тебя? Кто может усложнить твое состояние о твоих грехах? Когда Иисус Христос твой ходатай по правой стороне от Отца занят тем, чтобы тебя оправдать. Он твой адвокат. Он твой ходатай. Он всегда тебе ходатайствует. И я помолился за тебя. И я помолился о тебе. Знаешь, в событиях Голгофа мы можем увидеть волю Божью, волю человеческую и желание. Действия Божьи, человеческие. Но также можем увидеть там и Сатану. Там не были действующими лицами только Бог и Человек. Там также действовал и Сатана. И дьявол, он требовал рассеять. Чего же желал Сатана? Чтобы апостолы веру потеряли. То, что он делает, у него одно назначение против твоей жизни, чтобы ударять по вере. Ибо без веры невозможно быть угодным Богу. Верою мы получаем оправдание. Верою мы принимаем прощение грехов. Верою в нас приходит смелость, дерзновение, что мы праведны, и правданы. И дьявол хочет бить по этой вере, дабы у тебя не было во всем этом уверенности. И вот он просит рассеять. Я не говорю, значит, расстрелять Калашниковым. Но как пшеницу просеивают. Те, которые вы видели, как же и просеивают пшеницу. Чтобы отделить пшеницу от плевелов. И в древности, как в решете, вот так вот крутили в эту пшеницу, подбрас... Ну, вся суть в том, то, что было легкое, оно поднималось и удалялось. И во время просеивания сама пшеница, она бесконтрольна. Это попасть в такое место, в такое положение, где ты уже не можешь контролировать себя. Ты не определяешь ни направление, ни состояние свое. Ты просто, знаешь, как бы следуешь за каким-то положением, какая-то проблема, это все не останавливается. Подпрыгиваешь туда, сюда, из-за этого положения, И когда положение не меняется, и ты в такой бесконтрольной ситуации, это то положение, когда вдруг постепенно твоя вера, она начинает иссякать. Она идет на посадку, приседает. Потому что не контролируешь ситуацию. Просеиваешься. Думаешь, возле головокружения с тобой в жизни происходит. Вообще не можешь понять, что происходит. Почему? Откуда? И когда все это не останавливается. Это прямо бьет по вере. Что? А ну, где же тогда Бог? А почему же все это не остановилось? Первый Иоанн 5,4 написано так. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир. мир атакует тебя, ты как бы не можешь выйти из этого. Но верою происходит чудеса. Верою поражали люди Божьей царства. А дьявол не хочет, чтобы все это через тебя произошло. И поэтому он старается сделать так, чтобы исцекла твоя вера. То есть, стало постепенно уменьшаться. И он говорит, я помолился о тебе, чтобы не оскудела, полностью не потерялась, не утратилась вера твоя. Я помолился за тебя, Петр. Он знал, что не только ему, но также и у учеников наступят эти дни испытаний. Но я помолился о тебе, чтобы когда ты обратишься, ты ободрил братья. Знаешь, он мне говорит. И я помолился, чтобы вот это с тобой не случилось. Петр, я помолился, чтобы все это с тобой не произошло. Нет, он этого не говорит. Я помолился, чтобы вера твоя не оскудела. И это все придет. Эти тяжелые положения времена придут. И тяжелое положение оно ударит по твоей вере. И все это будет направлено, чтобы разрушить твою веру. И это не минует тебя. Но я помолился, чтобы не оскудела полностью вера твоя. Чтобы какой-то уровень этой веры остался. Что будет основанием обращения. Что будет основанием того, что ты обратишься. Ты все это перенесешь. И затем ты будешь ободрять тех, которые подобно тебе все переживали. моментально по ходатайству все не меняется. Идет процесс. Это просеивание происходит. Эти непонятные положения могут быть в твоей жизни. Но он повалился. И он до сегодняшнего дня молится о тебе. Чтобы твоя вера не оскудела. И он верит, что ты обратишься и окажешь влияние на других. Что твоя жизнь изменится и ты постоянно не будешь такого положения. Что трудности, с которыми ты столкнулся, они полностью тебя не разобьют, не разрушат. Возможно, ты думаешь, да невозможно уже из этого обратиться. А если какого-то уровня веры она осталась в твоей жизни. А она обязательно останется. И он сказал, я помолился, чтобы вера твоя не оскудела, не спустилась на ноль. И ты обратишься. Не если ты обратишься. Не если так произойдет, и ты так обратишься. Нет, когда ты обратишься. Когда это фактор времени. Рано или поздно ты все равно обратишься. Рано или поздно все изменится. Рано или поздно ты придешь в себя. Рано или поздно твоя жизнь изменится. Почему, почему, зачем? А потому что завтра есть братья, которые нуждаются в твоем обратистие. Завтра ты понадобишься многим. Завтра многим понадобится вера твоя, которая побеждает мир. Евангелие от Луки в 22 главе. С 40-го по 44-й стих. Придешься на место, ты сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, о, чё, если бы ты благоволил, принести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. И явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении и прилежнее, молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. И, можно сказать, он сам в этом процессе просеивания в этом решении. И он выходит в Гефсиманию, чтобы молиться. Ученики уснули, и нет ни одного утешителя среди них. В самый тяжелый период в своей жизни и вдруг рядом никого не оказывается, кто бы сказал, не бойся, мы с тобой, ободрись. Они спят. И когда не было помощи от людей, Бог посылает ангела на помощь, чтобы ободрять его. И когда приходит ангел, он еще усерднее, прилежнее молится. Он так молится, что под его он становится, как капля крови, падающая на землю. Говоря, отче, если бы ты благоволел пронести чашу мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Мы видим его напряженное состояние, мы видим его страдания. Ибо он сказал, душа моя печалится до смерти. Смертельно, другой просто сердце разрывается другими словами. Все, что должно произойти. Отец, если возможно, добинует меня чаша сия. Но не моя воля, да будет, а твоя. Если хочешь, давай другим путем пойдем. Если хочешь, найдем другой выход. Но... Я на то пришел, чтобы волю твою исполнить. Гевраем 5,7 написано так. Он в однеплоте своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления о могущем и спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Если был услышан, а тем, кто мог спасти его от смерти, ты можешь подумать, тогда почему же он умер на кресте, если он этого простил. Того, кто мог избавить его от смерти. Не написано, был услышан. Тогда как же он умер? И здесь не идет речь о физической смерти. Никогда физическая смерть его не пугала. Он всегда говорил о своей физической смерти. Он говорил ученикам, предупреждал их, что этот день наступит. Он прежде рождения сказал, вот я, пошли меня. Вот я иду, чтобы исполнить волю твою. И он пришел для этого, чтобы умереть. Но ведь речь не идет о физической смерти. Да минует меня чаша сия. Он не смерти боялся, что умрет физически. Он и страдания не боялся. Он греха не сделал. Он никогда не был отлучен от Бога. Ибо смерть это есть разлучение с Богом. И вторая смерть это навеки разлучиться. А он никогда не хотел хоть когда-нибудь потерять близость отца и быть вдалеке от Бога. Вот о чем он просил этого. В Гефсиманском саду. Гефсиманья, Нишнаус зетис хилис цнехис отгилз. Это зетис гамосахдел отгилз. Это там, где выдавливают оливки, маслинщины сад. То есть сильный пресс. Раз дидия цнехи мит метия зетхинг. И чем больше это давление, тем больше масла. И он не случайно пришел молиться в масленичный сад. Это было место вот этой давильни или это символически там, где будет сильное давление. Он помолился, чтобы до конца довести свое дело. И знай, под каким бы давлением тебе не надлежало молиться. эта молитва доведет до конца твое дело, твою деятельность. И под каким бы давлением ты не был. И даже если никого не будет вокруг рядом, кто себя бы ободрял. Ты все равно молись, как можешь. Молись, как можешь. И знай, эта молитва, она твое дело доведет до конца. Он молился за учеников, за людей. И его последняя молитва, она записана в Иоаннах в 17 главе. И он сказал такие слова. Они твои. И те, которых ты дал мне. Я тех их сохранил. Те, кто были твои. Я по-другому к ним относился. Я ни одного не потерял. Ты знаешь, кто принадлежит Богу. Наше отношение должно быть таким. Беречь. Его собственность принадлежат ему. Хранить, покрывать. Молиться, хотать, дать иствовать. Они твои. Ты их мне дал. И потому я молюсь. И тех, которых дал тебе Бог. Молись о них. Бог, Он заинтересован в своих детях, в верующих. И Он также хочет, чтобы они интересовали тебя. Петро, любишь ли ты меня? Если да, тогда мой интерес это мои овцы. Паси овец моих. Паси их. И смотрите, Он молится в 17 главе. Он знает, что через некоторых несколько дней всего 2-3 дня. Он окажется в таком состоянии, положении, что понадобится молиться о себе и, возможно, плакать о судьбе своей. Так, если выразиться, можно. Но Он говорит славу, которую ты мне дарвал. И я хочу дать им чтобы мы были едины. Чтобы они увидели твою славу. Знаешь, Его ожидало распятие. Его ожидало смерть. Но Его желанием было чтобы люди увидели Его славу. Чтобы люди увидели славу Божью. когда мы мучаемся, страдаем. Когда мы знаем, что впереди проблемы. Нас вообще тогда не интересует кто как будет. Кто что увидит. Но посмотрите Его молитву. Предраспятие. Он знает, что через несколько дней Он будет мучен. Его будут бичевать. Он будет всеми оставлен. Один оставлен. Он будет распят. Но прежде всего этого Он молится. Отец. Пусть они увидят твою славу. Да, именно те, которые были отвергающими Его и распинающими Его. Он все еще заинтересован ими. Отец, пусть они увидят твою славу. И те, которые потом через них уверуют, Он и о них думает. И Он молился за единство. Чтобы мир узнал, что и их Ты любишь точно так же, как возлюбил Меня. Отец, пусть они переживут твою любовь. И Матвей 27, 46 говорит так. А около девятого часа возопел Иисус громким голосом или, или лама совахвани. То есть, Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? Самый тяжелый момент в жизни Иисуса. Самый темный момент период Его пути. Самым тяжелым было не тогда, когда Его бичевали. Самый тяжелый момент это была оставленность отцом. Он молился. только бы не вкус до времени, какой-то маленький период, до третьего дня. И вкусил вот это отлучение от Иисуса. Но мы же прочитали, Он был услышан. Ибо потому, что воскрес в третий день. знаешь, смерть пришла не потому, что Его распяли на кресте. Смерть пришла потому, что отлучился от Бога. А Он никогда не вкушал, что значит быть оставленным отцом. Насколько глубокой была любовь Его к нам, что Он понес на Себе всю вину и согрешение наше. Все это Он вкусил ради того, чтобы мы это не вкушить. Он был оставлен людьми. Он был оставлен близкими людьми, Его учениками, с которыми проводил каждый день последних трех лет, с которыми ходил из города в город, кушал пищу, ел хлеб, и под конец и отец оставил. Никогда Иисус не говорил «Боже мой, Боже мой». Он всегда говорил «Отче, но в этот день он не говорит «Отец, отец, почему ты меня оставил?» В этот день он сказал «Боже мой, почему ты меня оставил?» «Ты меня оставил, но ты все равно мой Бог». Возможно, я тобой оставлю, но ты все равно «Мой Бог, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» «Для чего?» «Для того, чтобы он все исполнил, чтобы мы были спасены». Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Тот, для которого все на этой земле сохранено. И в мире во вселенной кому все принадлежит, чтобы всех нас ему привести к славе, во славу, чтобы стать вождем нашего спасения. Он должен был это совершить через страдания. И эта боль, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это был ответ ради нашего спасения, чтобы избавить и спасти нас. Знаешь, он не сказал, почему меня ученики бросили, оставили? Почему же распяли меня те, ради которых я делал все? я отверг меня? Я отверг Ведь в основном кричали распни его, те, которых он исцелил, исцелел слепых, тех, которых накормил, однажды пять тысяч, затем четыре тысячи. И вот в основном эта масса кричит, распни его. Но он не сказал на крестах, почему, почему ты меня оставил? Это не было главной боли. в основном в том, что люди нас отвергают. Когда люди нас отвергают. И тем более те, которым делали добро, хорошие, которые они делают, которые они делают, которые И как Давид сказал, нет чужой, еще бы претерпел. но сидящий за трабисой моей как раз таки он и отверг меня и порой вот это мы более всего переживаем но для него самым тяжелым было не то что люди оставили что ученики оставили самым тяжелым оказалось то что оставил отец тьма покрыла землю в 45 стихе написано и когда Бог оставляет тогда это и является уделом земли если Бог оставит то мрак покроет землю обязательно Лука 23 глава 33 и 34 стихи и когда пришли на место называемое Лобное там распяли его и злодеев одного по правую другого по левую сторону Иисус же говорит отче прости мы бы не знают что делают и делили одежду его бросая жребий Бог оставил его по той причине что он взял на себя твои мои грехи а Бог и грех никогда не будут вместе Бог он не смотрит на грех и Библия говорит что на кресте он стал грехом и потому Бог он просто отвернулся и мы читаем два злодея по правую и по левую сторону от него и вот он распят и его последняя произнесенная молитва отче прости им ибо не знают что делают а эти люди все равно продолжают сми а сейчас они бросают жребий и делят одежду его но его молитвой было чтобы мир пережил прощение чтобы каждый человек все люди они пережили прощение и не только те которые окружали его и распинали его там но он как грех был наказан на кресте он на себя взял грехи всех людей и на тебе он не оставил ни одного все грехи твои всю вину твою все преступления он вознес на крест и грех он должен был быть наказан и он был наказан ради нас и ради греха и Исаия говорит мы и думали что он был изъявлен им учим Богом и он был оставлен Богом но оказывается он был бит за грехи наши и за вину нашу изъявлен и все это он прошел ради нас и потому последняя молитва на кресте это была Божия Боже мой прости им отец они не знают что делают они не знают что делают иначе бы этого не сделали вы знаете когда мы проводим причастие этим мы как раз таки свидетельствуем то что имеем прощение грехов когда мы принимаем когда мы принимаем это вино и этот хлеб когда мы принимаем эту чашу этим мы говорим что кровь Иисуса Христа драгоценная была пролита ради нас в Евангелии от Луки в 22 главе мы читаем с 14 по 20 стих следующее Лука 22 глава 14 по 20 стих в 3 было к 2 1 2 2 3 3 в 2 3 4 4 4 4 4 5 6 4 5 4 6 6 6 4 5 5 6 5 И когда достал час, он возлёг и двенадцать апостолов с ним И сказал им, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания Ибо сказываю вам, что уже не буду есть её, пока она не совершится в Царстве Божьем И взяв чашу и благодарив, сказал, примите её и разделите между собой Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придёт Царство Божье И взяв хлев и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие из тела моё, которое за вас предаётся Сие творите в моё воспоминание Также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается И это праздник Пасхи И так написано, что был день Пасхи и была накрыта пасхальная трапеза Он сел за эту трапезу И он говорит, очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания Знаешь, он как огнец Божий Он должен был быть принесён в жертву Это был праздник Пасхи, напоминающий народу о выходе из Египта Слово Пасха значит, проходивши, прошедши мимо Пройти мимо Или ангел смерти прошёл мимо народа Божьего в Египте Когда они были искуплены И чтобы отмечать этот праздник, ежегодно существовало как раз вот этот день, это празднество И до сегодняшнего дня После того люди каждый год радовали, что смерть прошла мимо И именно об этом празднике Когда агнец заколался Когда кровь его приносилась во спасение народа Божьего А Иоанн-то сказал, вот агнец Божий, который берёт грех мира на себя И это было понятно для учеников, что он, как агнец, должен был быть принесён в жертву А для учеников бы началось вот это пройти мимо Что ничто бы не прикоснулось к ним в воздаянии за грех Никакое возмездие за грех не пришло бы ни в их жизни, ни в жизни их семей Поэтому, взяв хлев и преломив, он сказал Это тело моё Не только кровь на косяки дверей должна была быть помазана Но также это мясо должно было быть съедено Иисус сказал Это тело моё Как агнца Которое за вас будет принесено в жертву И примите И делайте это в моё воспоминание Всегда воспоминайте это распятие Когда вы это делаете Вспомни, что ради тебя произошло Вспомни, что в эту неделю И также то, что мы называем Красной Пятницей Красной Пятницей Вот в тот день ради тебя в жертву был принесён Божий ягнёнок агнец Вот в тот день произошло твоё пройти мимо С того дня начиная Дьявол не имеет права прикасаться к твоей жизни Он должен пройти мимо Ибо потому, что чаша, которую мы благословаем Это есть тот Новый Завет Который в его крови Это кровь его, имеющая силу Очистить грехи всех нас И оправдать нас пред Богом И если ты становишься праведным В жизнь праведного ничего не приходит Он ничего не заслуживает плохого И потому, что всё плохое пройдёт мимо тебя И должно пройти мимо И сегодня в знак этого Примим причастие Чтобы всё, что неправильно Что дьяволское Оно ушло мимо Прошло мимо и не причинило тебе вреда И принимай этот хлеб И это вино Эту чашу Прими, как тело Христово Мимо из-за тебя Ему это было не нужно Это он для нас сделал Он ни в чём не провинился Он никакого греха не сделал В устах его не было Ничего плохого, унижающего Он всё это понёс ради нас И вместе с вами я хочу благословить Этот хлеб и это вино